Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто вместе с нами изучает Слово Божье. Мы вместе с вами погружаемся в псалмы. Сегодня очередная тема, которая называется «Вдохновенные молитвы». И это не секрет, что многие псалмы являются именно молитвами, которые записаны для того, чтобы исполнять их и в основном под музыку, как пение. Так вот, эти молитвы, очень интересно, такой вопрос, да, молитвы эти являются человеческим произведением или это все-таки Божье Слово? То есть, вначале это были молитвы человека к Богу, но потом они каким-то образом поместились в Священное Писание и стали частью Божьего Слова. И сегодня мы это читаем как Слово Божье. Даже мы не знаем, как это пелось, но мы читаем и пытаемся извлечь из этого какой-то духовный урок из того, что Господь поместил в Священном Писании. Так вот, давайте прочитаем 2 книга Царств, 23 глава, 1-2 стихи. Вот последние слова Давида из речения Давида, сына Ясеева. Из речения мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне и слово его на языке у меня. И так далее он начинает воспевать Бога. То есть, когда человек писал псалом, Давид в данном случае, то он был движим Духом Господним, Духом Святым. Вот что интересно, да. Сразу возникает вопрос, а бывает ли такое, что когда мы молимся, Дух Господень тоже в нас и тоже вдохновляет нас. И может быть некоторые наши молитвы тоже были бы достойны того, чтобы их поместить в Священное Писание. Вот интересно ваше мнение. Но на самом деле то, что мы читаем в Библии, это действительно показатель того, что Библия показывает, что некоторые слова людей являются на самом деле словами Божьими. И даже молитвы человека к Богу некоторые оказывались словом Божьим. В послании к Римлянам 8, 26, 27 написано, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Вот получается, что Дух Святой зачастую в нас говорит, «Когда мы действительно искренне от сердца общаемся с Богом, то Дух Святой побуждает нас молиться». Мне очень нравится высказывание одного молитвенника тоже. Вот такая цитата. «Я являюсь основанием Твоей молитвы, говорит Господь. Прежде всего моя воля в том, чтобы Ты молился. Потом я возбуждаю в Тебе желание молиться. Затем я даю Тебе молиться, и Ты молишься. Как же может быть такое, чтобы Твоя молитва не была услышана?» Очень интересно, да? Молитва настоящая, она проистекает из Бога прежде всего. Господь внушает нам, Господь вдохновляет нас на искреннюю молитву. И мне нравятся также слова из Священного Писания, Псалом 26, стих 8, написано, «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Это замечательные слова, которые говорят нам о том, что именно Господь побуждает нас желание молиться. Именно Господь вкладывает в нас свои слова, в наши уста, вкладывает свои слова, когда наше сердце соединяется с Его сердцем, мы переживаем то, что Он переживает, то, что Он хочет, чтобы мы переживали. И вот это соединение человека с Богом очень явно видно именно в библейских псалмах. Ну, давайте будем честными, не все наши молитвы являются Богодухновенными молитвами. Но что касается молитв, записанных в псалтыре, то все они являются вдохновленными Богом. И поэтому они являются хорошим учебником молитвы для нас. Очень часто в псалмах эмоциональное обращение идет к Богу словами вроде «Бог мой», «Господи», «Царь мой». И вот это воззвание «Услышь, услышь, Господи, молитву мою, призри, скоро услышь меня, избавь душу мою». Это вот выражение, в которых человек сердце свое возносит к Господу. Иисус цитировал псалмы. Вот в Евангелии от Луки, 20 глава, 42-43 стихи написано. Сам Давид говорит в книге псалмов. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесною меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иисус ссылается на это как на Слово Божие, как на Откровение Божие и опирается на это, чтобы подтвердить и показать, что Иисус сам является не Сыном Человеческим лишь только, но является Сыном Божьим. Он ссылается на цитату из псалма Давида. Таким образом, псалом Давида для Христа был богодухновенным словом, которое несет в себе истину. Так что, друзья, давайте именно так воспринимать псалмы, и давайте пользоваться псалмами, как таким богодухновенным учебником молитвы, восхваления, благодарности, поклонения Богу. Пусть Господь поможет нам в этом, и тогда наши молитвы будут обязательно услышаны, потому что они будут исходить от самого Бога. Давайте помолимся. Господи Божий наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты так сильно хочешь общаться с нами. Мы благодарны за книгу псалмов, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты вкладываешь в наше сердце желание молиться, и Ты вкладываешь в наши уста те слова, которые лучше выразят то, что происходит у нас на душе. Господи, благослови, чтобы мы развивали это близкое, тесное, живое общение с Тобою каждый день, и пусть книга псалмов будет нам учебником в этом замечательном процессе сближения с Тобою, поклонения Тебе. Во имя Иисуса Христа Тебе да будет слава вечная. Аминь. Дорогие друзья, и в завершение я хотел бы сделать объявление еще раз для тех, кто участвует в нашем марафоне. И, кто завершил марафон 23 года, прошу, проверьте, есть ли Вы в том списке, который будет приложен в описании к этому ролику. Обязательно найдите там свое имя. Если вдруг там Вас не окажется, напишите в комментарии об этом, чтобы мы могли с Вами связаться, и чтобы Вы также были включены в список наших финалистов. Ну и всех Вас я приглашаю, призываю, чтобы Вы могли распространять информацию об этом марафоне и поддержать нашу деятельность лайком, комментарием, репостом. Обязательно жмите колокольчик, чтобы Вам приходили уведомления о новых выпусках. Пусть Господь благословит нас всех в этом замечательном путешествии по Священному Писанию. Божьи благословения Вам. До завтра. Продолжение следует...